Привет! В этом видео я хотел бы обсудить 7 уроков, которые я усвоил после многих неудач в похудении. Я веду практику уже 29 лет и поработал более чем с 40 тысячами людей. Я много взаимодействовал с людьми, и у клиентов можно многому научиться. Невероятно! Видимо, поэтому это и называется практикой. Вы практикуетесь, а они пациенты, и должны ждать, а зал ожидания у нас есть. Это прекрасная возможность узнать, что работает, а что не работает. Я расскажу вам о 7 уроках, которые я усвоил. Начнём с первого. Фрукты. Вот что я усвоил про фрукты. Помогая кому-то похудеть, не используйте фрукты. Я говорю о людях с медленным метаболизмом. В принципе, я уже заранее полагаю, что у человека медленный метаболизм, потому что даже если это не так, результат всё равно будет. Если исходить из того, что у всех хороший метаболизм и нет инсулино-резистентности, то результаты будут плохие. Итак, небольшое количество фруктов может прекратить сжигание жира на день или два. Второе — перекусы. Раньше я рекомендовал полезные перекусы. Я и себе устраивал полезные перекусы, особенно вечером. Раньше я думал, что так можно, ведь это были полезные перекусы, а не фастфуд. Но методом проб и ошибок я выяснил, что это был очень плохой совет, потому что перекусы повышают инсулин. Ведь каждый раз, когда вы едите, вы стимулируете выработку инсулина. Эти данные есть в физиологии Гайтона. Наверное, я это упустил, когда изучал эту книгу. Но главное то, что если отказаться от перекусов, одно лишь это принесёт огромнейшую пользу. Это очень важный урок, который я усвоил и который поможет избавиться от упрямых килограммов, особенно если у вас медленный метаболизм или проблемы с щитовидкой. Даже если перекусы полезные, нужно их избегать и не есть между приёмами пищи. Это интервальное голодание. Третий урок. В своей первой книге я советовал так называемое усиление печени. Для этого нужно было потреблять очень мало белка. Или даже не потреблять белок вообще первые две недели. Совет был плохим. Я думал, что белок будет токсичным для тела, и что если не есть белок, токсины выйдут. Но затея провалилась, и у пациентов возникали проблемы с сахаром в крови, потому что организму нужны аминокислоты для восстановления. Если потреблять недостаточно белка, то в организме начнутся проблемы. Потеря волос, мышц, особенно если не есть белок две недели. Поэтому нужно потреблять умеренное количество белка. Нам не нужны ни белковая детоксикация, ни безбелковая, что бы то ни было ещё. Четвёртый урок. Ранее я говорил, что завтрак — это самый важный приём пищи. Это было в моей первой книге, но со временем я узнал, что это плохой совет. Вы голодаете всю ночь, а потом просто прерываете голодание завтраком. Зачем? Через час вы всё равно захотите есть. Сдвигайте завтрак как можно ближе к обеду, и не ешьте, пока не проголодаетесь. И в конце концов пропускайте завтрак. Я узнал, что многие очень хорошо себя чувствуют не только в плане веса, но и в плане здоровья. Дело в том, что голодать следует более продолжительное время. И когда вы просыпаетесь, вы уже в режиме голодания. Вы как бы поймали волну. Так оставайтесь на ней. Не надо портить всё завтраком. Нужно продержаться без еды как можно дольше. Это очень-очень важно. Я понял, что завтрак — это не самый важный приём пищи. Пятый урок. Да уж, я рекомендовал низкожировую диету. Постный белок. Это плохой совет. Очень плохой. Я взял этот совет из того, чему меня учили. Но я никогда лично не оценивал, действует это или нет. В рационе должно быть побольше жира. Не слишком много, но побольше. Ведь жир крайне важен. Он даёт сытость. И вы можете соблюдать интервальное голодание, получать жирорастворимые витамины и незаменимые жирные тислоты. Особенно это важно для похудения, хорошей внешности и здоровья. И жир — это единственный макронутриент, который не стимулирует выработку инсулина. Вы слышали про гликемический индекс. Это шкала, показывающая, как разная еда стимулирует инсулин. Но есть ещё кое-что под названием инсулиновый индекс. Это вся неуглеводная пища, которая влияет на инсулин. Это немного другое. И так уж вышло, что жир находится внизу списка. Чем чище жир, тем меньше он влияет на инсулин. Поэтому жир можно употреблять, особенно если вы пытаетесь похудеть. Это был пятый урок. А шестой был вот такой. Я не обращал внимания на историю пациента. Я недостаточно глубоко сосредотачивался на деталях и не искал зацепки в историях неподдающихся пациентов, будь то похудение или что-то другое. Из этого я усвоил, что нужно внимательно вести хронологию, особенно спрашивая у пациента, когда у вас началась эта проблема, когда именно вы начали набирать вес, когда ваш метаболизм стал упрямым. И что случилось прямо перед этим? Это очень важный вопрос. Мало кто из врачей его задаёт. Вы получите ценнейшую информацию, которая поможет вам решить проблему. Была ли это беременность, травма, стресс, какое-либо изменение, изменение рациона. Вы можете получить ценные данные, чтобы устранить проблему, что-то изменить или подправить. Приведу пример. Пришла одна женщина. Она перепробовала всё, но никак не могла похудеть. Она перепробовала все диеты, а на диете 500 калорий, кстати, похудеть не получится. Она перепробовала всё и была очень расстроена. Я её спросил, а когда вы начали набирать вес? Она говорит, у меня всегда был лишний вес. Всегда? Да, всю жизнь. Даже когда вы были младенцем, она ответила, ну, нет. А в каком возрасте вы начали набирать вес? Она сказала, в пять. Спасибо, значит, в четыре вы были худы. Она говорит, да, хорошо, это уже что-то. А что случилось прямо перед тем, как вы стали набирать вес, когда вам было четыре или пять? Она начала смотреть в потолок, вспоминать и сказала, знаете, у меня была серьёзная астма. Я сказал, о, интересно. И мне давали стероиды. Ага, вот она зацепка. Это были стероиды. Стероиды вызывают реальный рост кортизола и делают человека толстым, особенно в раннем возрасте. И тогда мы сосредоточились на надпочечниках и попытались разобраться именно с ними. К несчастью, сейчас мало врачей, которые вникают в то, что случилось прямо перед появлением симптомов, а затем используют эти данные. Они тут же переходят к лекарствам. Это очень важный урок, который я усвоил. И, наконец, седьмой урок. Игнорирование принципа «сначала стать здоровым». Нужно не худеть, чтобы стать здоровым, а сперва стать здоровым, а потом худеть. Давайте расскажу, как я пришёл к этому. Это было важным уроком. Ко мне пришла девушка, дочь одного из моих сотрудников. Она весила 145 килограммов в свои 20 с небольшим. Она перепробовала всё, чтобы похудеть. Ничего не работало, и, конечно, она вернулась к своим привычкам. Она даже не ела по утрам, но вечером просто объедалась фастфудом. Поэтому она была огромной. Я записал её на свою программу. Она была только за. В первый месяц она похудела на 0 килограммов. Я пал духом, я злился. Чувствовал себя последним неудачником. Но она не расстраивалась. Напротив, она считала, что всё нормально. Я был очень удивлён. Я спросил, «Всё нормально?» Она ответила, «Да». Я стала чувствовать себя очень хорошо. Я теперь гораздо энергичнее. Гляньте на кожу, на то, что уменьшились отёки. Я подумал, «Ух ты, любопытно». Она продолжала придерживаться программы, и ещё через месяц похудела на 9,5 килограммов. Я подумал, «Ого, вот это да!» Она продолжила и к концу третьего месяца похудела на 28 килограммов. С нуля до 28 килограммов за три месяца. И на меня снизошло невероятное откровение. «Ничего себе! Так сначала надо стать здоровым. Сначала надо стать здоровым, а потом худеть. В голове словно лампочка зажглась». Это был очень важный урок. Все эти случаи, которые я считал провалом, провалом не были. Всё работало. Просто я был слишком нетерпелив. Если клиент этого не знает, начинает программу, не видит результатов в первую же неделю, то есть не худеет, он злится и бросает эту программу. Тогда как на самом деле программа работала, просто он был слишком нетерпелив. Урок, который нужно усвоить из пункта номер 7, это обращать внимание на показатель здоровья, уровень энергии, исчезновение тяги к какой-то еде, уменьшение стресса. Всё это очень важно. Когда люди пытаются похудеть, не зная этого, они чувствуют себя ужасно, устают, их всё ещё на что-то тянет, хоть они и не худеют как бы. Они тренируются, как заведённые, и впадают в стресс, и думают, это полезно. Нет. Нужно ориентироваться на здоровье, потому что здоровое тело постепенно избавится от излишков. На этом всё. Спасибо за внимание. Поделитесь своим мнением в комментариях. Есть много людей, которым очень нужна эта информация. Нажмите на кнопку «Поделиться», и давайте распространим это видео. Субтитры создавал DimaTorzok